Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео с названием «Как избавиться от седых волос и как правильно делать анализы, чтобы понять причину». Да, рано или поздно седеют почти все люди, но не всем это состояние нравится, и многие люди хотят избавиться от седины. Многие люди также считают, что это невозможно. Но это не так. Сейчас я все вам поясню. Седина – это естественный процесс. Суть его заключается в прекращении получения красящего пигмента из клеток меланоцитов, которые расположены в волосяных фолликулах, волосами. И чем старше становится человек, тем меньше у него вырабатывается этого пигмента, и это естественно. Подробно об этом механизме я говорил, поясняя его в своем большом видео о седине. Вот оно. А сейчас я расставлю важные акценты, дам дополнение к моему главному видео о седине. И если ваше поседение связано не с генетической предрасположенностью, хотя и в таком случае это состояние можно отодвинуть, так как всегда на возникновение какой-то проблемы действует не один, а несколько факторов, и один из них усиливает другой, то убрав их, устранив, вы сможете замедлить и даже остановить поседение, а в отдельных случаях вернуть себе свой естественный цвет волос. Если, конечно, не будете лениться, первое, главное – это знание, а второе – лень. Это то, что сильно мешает нам в жизни. Понимаем мы того, хотим мы того или нет. Например, ленюсь и я в этом смысле, ну, поскольку мне, по крайней мере, все равно, есть у меня поседение или нет. А кому-то не безразлично это состояние. Кто-то от этого морально-психологически мучится. Негенетическая проблема всегда связана с недостатками определенных питательных веществ, элементов. И вот тут ситуация исправима абсолютно. Итак, если у вас недостаток определенных веществ, которые напрямую влияют на поседение, то, устранив эти недостатки, вы восстановите естественный цвет ваших волос. Что же это за вещества? Первое – медь. Второе – железо. Третье – витамин В12. Четвертое – витамин В9, то есть фолиевая кислота. И существует еще одна проблема – это гипофункция щитовидной железы. Проверьте и эту причину тоже. Особое внимание. Сейчас я дам вам важнейшую подсказку. Полагаю, что большинство из вас об этом никогда не слышали, и потому вы получаете неверные результаты анализов. Итак, на все выше приведенные вещества и на гипофункцию щитовидной железы сделайте, сдайте все анализы и пройдите все исследования. Ну а теперь, как же правильно делать анализы, чтобы получить правильный вывод о реальном содержании нутриентов у вас в организме? Увидеть реальную картину. А вот это почти никто не знает, и потому реальных показателей вы можете и не увидеть. И потому вы можете думать, что все у вас в порядке по результатам анализов. А это на самом деле не так. И вот почему. Если вы принимаете эти витамины и минералы в виде добавок, хоть один из них, то за 2-3 недели до самих анализов перестаньте принимать эти препараты, так как анализы будут неверными, параметры, показатели этих веществ при исследовании будут выше, чем они есть на самом деле, из-за потребления вами их в последние дни перед исследованиями. То есть в таком случае анализы не будут показывать реальное количество этих веществ у вас в крови. Цифры будут выше реальных показателей. Имейте это в виду. А бывает, скажем, и так. Меняет человек питание, начинает есть много зелени, особенно пить зеленых коктейлей, особенно из дикоросов. И у него начинают темнеть волосы. Такое бывает часто. Значит, у него, скорее всего, был дефицит именно витамина В9 фолиевой кислоты. Возможно, железо. Посмотрите просто, в каких продуктах много тех или иных из 4-х веществ. Это же очень просто. Но лучше определить все 4 возможных дефицитных состояния, главным фактором из которых является дефицит меди. А он может быть и из-за проблем с печенью. Посмотрите мое вот это первое видео о седине. Я подробно там все поясняю. Ссылка будет в описании под этим видео, чтобы вы могли его просмотреть. Кому это будет интересно. Что ж, дорогие товарищи, алгоритм я вам дал. И теперь останется просто проверить дефициты по этим веществам и принимать эти вещества, если на них есть дефицитные состояния. И напоследок скажу, какие добавки я рекомендую по данной проблеме. Натуральные, естественные. И разумеется, польза от их приема гораздо шире, чем данная тема. Во-первых, это водоросли хлорелла и спирулина. Они должны быть дикими, не лабораторно полученными. Тогда питательных веществ там будет гораздо больше. Если у вас проблемы с железом, обязательно принимайте синтезит актив. Вот этот препарат. Прочтите обязательно про него, перейдя по ссылке под этим видео. Фукус в гелеобразной форме, натив, только не сухой. Уникальный комплекс, уникальная водоросль. Об этом можете посмотреть подробно в моем видео Дисбактериоз. Вообще, под видео будут ссылки на эти препараты, и вы можете прочесть, потом изучить и приобрести, если захотите. Приобрести вы можете их у нас на сайте nadgard.ru. И, конечно же, в завершение я дам важный совет. Смотрите мои видео, не ленитесь. Практически на любую проблему со здоровьем у меня на канале есть видео. А значит, есть пути решения той или иной проблемы. Можете просто набрать фролов гипертония, фролов поджелудочная железа, фролов лимфатическая система, фролов грибки или фролов паразиты и так далее. И, скорее всего, вы найдете интересующую вас тему. Да, и не забудьте, у меня есть еще три канала на ютубе. Первый, вы на нем сейчас находитесь. Второй, жизнь на земле. Про мое хозяйство, земледелие, экостроительство. Третий, о продуктах питания. И четвертый, который называется совесть и подлость. Самый главный из всех моих четырех каналов. Он о том, что гораздо важнее здоровья и даже жизни. Посмотрите и сами все поймете. Ну, а на этом, пожалуй, все. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно. Я не просто так это делаю. Ну, а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.